О том, что здесь появится современная развязка, заговорили десяток лет назад. В свое время даже убрали известное кафе Арарат. И вот случилось, средства есть, проект готов. Из трех вариантов выбрали наиболее экономичный, согласно которому не придется сносить значительную часть лесного массива и дачные участки, а лишь минимум деревьев. По проекту в сторону Рубцовска с объездной появится путепровод на выезд и въезд. В сторону южного тракта машины и пассажирский транспорт будут двигаться по кольцу. Для выезда из города по Змениногорскому построят полутоннели, два небольших моста. В этом году, по словам дорожников, займутся коммуникациями и строительством опор. На следующий год скорость будет ограничена до 40 километров. Но тем не менее, при строительстве задача такова, чтобы люди ехали и мы им не мешали своим строительством. Конечно, будут какие-то неудобства, но это, мы считаем, будет решено в рабочем порядке. Работать в основном планируют по ночам. Кстати, стройка на Змениногорском и мосту на новом рынке будет идти практически синхронно. Но так случилось, по словам министра транспорта, что федеральные средства выделили в одно время. Разговаривали мы с политехом, было совещание определенное по поводу того, как повлияет данный проект на ремонт путепровода. Но проектировщики и наш технический университет заверили, что крайне малая доля транспортного потока уйдет с путепровода именно на эту развязку. После строительства новой развязки в пиксе зона, а это чаще летом, за сутки здесь могут проезжать до 69 тысяч авто. Сейчас пиковая нагрузка 38 тысяч. В ноябре 23-го развязка должна быть сдана в эксплуатацию, правда, если не вмешается никакой форс-мажор. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.